Здравствуйте, я Наталья Некрасова, автор школы машинного вязания, где мы обучаем стремительному вязанию и абсолютно любую вязанию машинки с нуля. Сегодня я хочу вам показать мое новое приобретение, фонтурную гребенку. И так она выглядит. Прислали мне ее в коробке. Коробка на почте России немножко заломана. Соответственно, и гребенка тоже погнута. Вам, наверное, видно, что она не абсолютно ровная, ее нужно править. К сожалению, она изогнулась, но это не вина отправщика и поставщика, это вина нашей пересылочной организации. Конечно, это оцинковка, не покрытая красковой, это оригинальная японская гребенка, это китайский дубликат. Но для тех сцелей, которых я купила, вполне сойдет. Я эту гребенку приобрела не для того, чтобы вязать на полной игольнице, я приобрела ее для того, чтобы вязать изделия разных форматов. Потому что, например, вот эта игольница для вывязывания коротеньких элементов, широкая. Для вязания шапок, знаете, что мы завовлекаемся вязанием шапок, носочков и прочих малых форм, такая вот гребенка на полную игольницу мне тоже велика, я хочу ее обрезать. То есть вот эту игольную гребенку я купила для того, чтобы ее обрезать. И у меня получится гребенка на 160 игл и на что останется. То есть останется вот такой вот кусочек, который половину фирменной гребенки идет. И он будет исполнять обязанности провязывания образцов и прочих маленьких элементов, на которых большая гребенка чрезмерна. То есть мне нужна маленькая гребеночка для маленьких вещей и средняя гребенка для средних вещей. Делиться будет четко по линии и получается, что у гребенки даже не придется выпиливать новые отверстия для грузиков. То есть все получается очень даже симметрично и удачно. Я собираюсь ее распилить. Для пиления придется привлекать мужчину, потому что это серьезный инструмент, это болгарка. И плюс придется еще обязательно править край, потому что он получится после болгарки острый и разорванный. Придется его еще и шлифовать. Но это уже дело мужчины, у кого есть кому поручить такое ответственное занятие, совсем все хорошо. Итак, задача посмотреть, насколько эта гребенка подходит нашей игольнице. Машина Сильверит. Пятый класс. Вынимаю. Штырь. Кстати, штырь, могу сказать, что проволока совсем тонкая. То есть вот совсем-совсем-совсем, в отличие от проволоки, которая у нас идет в комплекте. Видно-не видно, но та проволока, которая оригинальна, она гораздо более жесткая. Это совсем-совсем проволочка. Вот вообще такая жиденькая. Ее только главное не заломать в процессе работы. И сейчас посмотрим. Я хочу показать, вот видите, у меня выдвинутые иглы. Разверну не заломанным, не деформированным краем. И вы видите, что стыкуется идеально. Вот, проходит между иголками. Идеально. Это значит, что данная гребенка подходит к машинам Сильверит 840-280 и к машинам Бразер. То есть это машинки 4,5 мм между иглами. Естественно, мне придется править краешки, потому что, видите, тут заломанные края. Но почта, почему бы мне прислала все заломанное, изогнуто. Все подправим, подрежем. И когда я все-таки получу распиленную гребенку, обязательно вам покажу, что из этого получилось. Если вам понравилось это видео, нажимайте, пожалуйста, нравится, делитесь с друзьями. Ссылку на приобретение этой гребенки вы увидите под этим видео. На тот магазин, где я ее приобрела. И не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе всех обновлений. И до встречи в нашей школе машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машинки с нуля. Ваша Наталья Некрасова.